яйца селяночка 87 считается дешевыми яйцами 1029 30 294 рубля но вот красная цена это 30 штук но это самые дешевые яйца самые самые дешевые яйца 115 10 штук экстра и лето за 20 штук 214 мы вот такие берем за 214 либо окска я беру еще яйца маслом без запаха 125 подсолнечная маленькая бутылочка так маленького . 0559 натуральное масло с этой 138 зафинирование 134 глобал вилдж 164 почему-то прям с добавлением базилика благо не рефимирование 124 кукурузная 285 с чесноком 159 льняное кунжутная так ну обычную олейна 179 в общем-то цена так мука 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 это 80 вот а вот и мука и рожь и миндали овсяная и кокосовая а вот и мука и рожь и миндали овсяная и кокосовая какой только нет вот самом низу обычно самая дешевая вот вот это обычная самая такая обычная мука такие цены это сухари панировочная желтая это был крахмал вот тоже уже такие составы до для каких-нибудь булочек это для хлеба есть все есть это конец дня я в супермаркете уже около 7 часов вечера это вот всякие тиравиоли тортеллинии в общем вот для лазаньи сухое тесто разных марок гночи кукуруза ну это вот как для мамалыги ну в общем цены не видно вам конечно самое дешевое раскупается быстрее дорогое всегда лежит дольше вот био вот тут что-то было вот остались пустые полки но я хочу еще заметить этот супермаркет находится рядом с большим районом в котором очень много проживают иностранцев очень много социального жилья поэтому конечно же определенный ассортимент расходится быстрее это я уже в азиатском магазине очень большой азиатский магазин нельзя его назвать китайским потому что здесь и вьетнамская и японская еда большой выбор это эти знаменитые конфеты или десерт как их назвать мочи большой ассортимент различных чипсов это вот моя корзиночка иду расплачиваться на кассу здесь различные какие-то гомеопатические препараты китайские я вот знаю только этот тайхарабальзам типа звездочки остальное не знаю если кто знает больше напишите что это сумочки пакетики тут же есть различная посуда и для китайского чаепития и для всяких супов вот различные овощи которые очевидно очень полезны вот об этих я слышала имбирь вот 7 евро килограмм и вот различные потат сладкий картофель который особенно полезен для людей с диабетом вот девочки хочу вам показать беру последнее время ну довольно часто может быть даже раз в неделю вот эти азиатские пельмени так они мне понравились я вообще не не любитель пельменей для меня это вот наши эти пельмени российские украинские тяжелые они ну вот еще когда мама делала то она очень тоненькая тесто раскатывала это было вкусно и все равно очень тяжело для желудка а вот эти мне понравились они сделаны тесто из рисовой муки и начинки всевозможные и если это мясо то это мясо да потому что если покупаешь эти равиоли допустим здесь эти итальянские то там какое-то сушеное мясо то они просто вот река там ну творог со шпинатом а здесь вот различное мясо и говяжья и свинина и курица есть эти специи вот этот раз мы взяли по-моему свинину с кориандром сейчас разрежу и покажу вам и тесто очень легкая нет тяжести в желудке и вот смотрите какое вот какая начиночка очень вкусная вот рекомендую если у кого-то кто вот в нидерландах и азиатские магазин рядом я вставлю покажу вот какие мы этот раз взяли как они выглядят но очень вкусно я тут это такую подливочку сделала типа гуляша вот так что вкуснятина вкуснятина ну вот на нас на четверых две пачки беру пачка около пяти евро есть 475 а есть 595 в общем такие 5-6 евро вкусненькие рекомендую со свежим салатиком обалденно вкусно и 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